Егор, расскажи, пожалуйста, про свое творчество в группе Иван Рок. С чего вообще все начиналось? Ну, начиналось все с того, что мой одноклассник дал мне послушать записи группы его отца, которая тогда записала свой первый альбом. Был это в каком-то там, не помню, то ли в пятом классе, то ли в четвертом. И оказалось, что эта группа, она существовала еще задолго до моего рождения, аж с 91-го года. Ну, те записи, я тогда увлекался русским роком, слушал всякие там Алиса кино и так далее. То, что слушал мой отец, то и слушал я. И те песни были для меня чем-то близким. Ну, я как будто их слышал до этого, но они все равно для меня имели некий интерес. И сыграно было очень профессионально, мне очень понравилось с точки зрения музыкантов, как люди подошли к делу. И потом, через пару лет буквально, тот же друг сводил меня на этот концерт, на концерт этой группы, который проходил в Гластенберри Паб, насколько я помню. Ну, мы тогда еще шли очень долго от метро, искали клуб «Горячий асфальт». Оказалось, что клуб назывался «Гластенберри». Просто в нем выступала группа «Горячий асфальт». И мы, конечно, там спрашивали охранников, где здесь клуб «Горячий асфальт». Никто не мог нам это сказать. Вот, да, это смешно, я согласен. И мы в итоге пришли на этот концерт, и я помню, что меня поразило мастерство гитариста, который тогда играл в группе. Ну, то есть я не то чтобы тогда так не умел, просто я никогда вживую не видел так близко реальных музыкантов, потому что я рок-музыкантов. Потому что я всю жизнь занимался классической музыкой, ходил в музыкальную школу, учился играть на классическом, ну, на фортепиано, и преимущественно играл классику, ходил на какие-то симфонические концерты и так далее. Вот, а на рок-концерты я ходил, но на них я лишь стоял в каком-то там дальнем ряду и никогда не видел вблизи, как это все происходит. Вот. А здесь меня, конечно, поразила энергетика, та, с которой музыканты играют, и та харизма, которая исходила, в принципе, от группы, от солиста. И это чем-то меня привлекло. И после концерта ко мне подошел Иван и спросил, ты так можешь? Я ему, конечно, сказал, что могу, конечно. Тогда я еще этого не понимал, что я могу, что я не могу. Я просто сказал да, потому что я очень хотел там играть. И в итоге получилось так, что через буквально полгода я выучил вот эти песни, которые были выпущены на первом альбоме. И мы собрались на первую репетицию. И вот с этого все началось. Довольно просто. Просто надо было выучить партии, идти и сыграть. И, в принципе, с этого момента я как бы играю в этой группе. И мы пытаемся делать что-то интересное. Расскажи, пожалуйста, а легко ли тебе дался новый материал? Точнее, старый новый материал. Старый материал, который я тогда учил? Да. Да. Ну, на самом деле, сказать честно, не слишком легко. Потому что нот не было, конечно. И все я снимал на слух. И тогда для меня это было в новинку. Потому что я не играл таких... Ну, точнее, как сказать? Да, сказать так. Я еще тогда не играл ни в одной группе гитаристом. Я лишь пытался каверить какие-то песни и групп, которых я любил. А вот именно снимать партии один в один, каждой песне, целый альбом, это для меня было в новинку. И не скажу, что это было слишком сложно, но пришлось поработать. А какой был самый запомнившийся концерт за историей Иван Рок? Самый запомнившийся? Здесь много... У нас было много концертов, не каждый из которых был таким грандиозным. Но все они были для меня очень душевными и запоминающимися. Я не могу сказать, что какой-то лучше, какой-то хуже. Просто разные настроения, разные эмоции получаешь на разных концертах. Как, например, мы, если играем, например, в каком-нибудь небольшом баре, то, соответственно, публика, количество людей, которые пришло тебя послушать, оно меньше. Но ты, получается, с ними вступаешь в более тесный контакт, потому что людей меньше. А когда выступаешь на более крупной какой-то площадке, то людей больше. И ощущение, что ты стоишь на какой-то высокой горе и смотришь вниз, ты видишь вот эту всю красоту. Но ты не можешь к ней прикоснуться, потому что люди далеко, и никакой близкой связи уже нет. Она как бы немножко разорвана. Лично для меня так. Поэтому, в принципе, если выбирать, то я бы выступал перед небольшим количеством людей, которые пришли послушать, получить удовольствие, как-то, не знаю, отдохнуть душой. В принципе, то, что делаем мы на концертах, мы сами отдыхаем душой, когда мы играем эти песни. Вот. Если бы это нам не нравилось, если бы мы не горели этим, то мы бы сами этим не занимались. Вот. Потому что мы делаем это не ради кого-то, а просто. Просто так. Потому что мы без этого не можем жить. Поваливали ли у вас какие-то серьезные конфликты в группе? Ну, на самом деле, как и в любой семье, бывают всякие ссоры. Я бы не сказал сильные конфликты, но люди что-то бывают, не ладят. И, конечно, у всех свои разные проблемы, у всех свои семьи, у всех свой круг общения. Естественно, бывают моменты, когда люди друг с другом не могут договориться. Но мы стараемся из этих моментов всегда выходить, как-то идти на компромисс. Так что я не могу припомнить сильных ссор каких-то. Были моменты, когда просто люди не могли, мы не могли с кем-то договориться, и просто прервали наше сотрудничество и прекращали просто что-то с этими людьми. Как делать? Но я бы не сказал, что это сильный конфликт. Просто, опять же, ты когда долго общаешься с человеком, ну или просто какое-то время с ним общаешься, ты понимаешь, что это за человек, как он, в принципе, может вести себя в разных ситуациях, и, исходя из этого, выстраиваешь уже дальнейшие с ним отношения. Либо ты их вообще прекращаешь выстраивать. Потому что не всегда это может привести к какому-то положительному результату. У тебя есть какие-то пожелания в своей группе от самого себя? Пожелание такое. Никогда не останавливаться, верить в себя. Главное – верить в себя. И продолжать заниматься своим любимым делом. Спасибо.